Здравствуйте! Древнегреческая цивилизация – это всегда очень интересно. История Древней Греции и истории Древнего мира. Минойская цивилизация. На территории нынешней Греции обнаружены захоронения Гомоэректуса, древнего человека, возраст которого датируется 360 тысяч лет, и неандертальцев, возраст которых 40 тысяч лет. В восточной части острова Пелопонез обнаружена пещера Фретти. Стоянка людей, живших где-то в 7 тысячном году до нашей эры. Здесь люди занимались земледелием, взращивали орехи и овес, и мореплаванием. В пещере найдены останки орудий труда из обсидиана, добыть который можно было лишь на острове Милос, до которого 100 километров море. К 6000 году до нашей эры начали разводить и домашних животных. Государства еще не было, однако люди уже торговали друг с другом, совершали морские путешествия и сбивались в союзы. Периодизация греческой истории такова. Первый период. Третье, второе тысячелетие до новой эры. Это Крита-Мекенская цивилизация. Второй период. Одиннадцатый, девятый века до нашей эры. Гомировский период. Предполесный период, как его еще называют, или период темных веков. Третий период. Это восьмой, шестой века до нашей эры. Архаический период. Четвертый период. Пятый-четвертый века до новой эры. Классический период. Рассвет в течение этого периода происходит только на 50 лет. А сто лет это эпоха кризиса. Пятый период. Триста тридцать четвертый год до нашей эры. Это начало похода в Александр Македонского по 30-е год до нашей эры. Это эллинистический период. Падение Птолемеевского Египта. В этом году погибла знаменитая Клеопатра VII и Марк Антоний. О их любви написано много книг и снято много фильмов. В этом же году, в 30-м году до нашей эры, началась Римская империя. Это год окончания Римской республики и начало Римской империи. Период античности в истории Рима и Древней Греции датируется с 3-го тысячелетия до нашей эры по 500-й год нашей эры. То есть этот период длился 3,5 тысячи лет. Где-то в 3000-м году до нашей эры родилась Игейская цивилизация на острове Крит, взявшая свое название от одноименного моря. Это первая европейская цивилизация, предшественница культуры античной Греции. Истоки античной культуры бассейна Игейского моря уходят в далекое прошлое. В эпоху неолита и ранней бронзы. Когда в 3-м тысячелетии до нашей эры процветал сильный город Троя. Создавались своеобразные памятники искусства на Кекланских островах, в Парасе, Наксосе, Сиросе, на Балканском полуострове, в Фессалийских селениях и в Пелопонесских местечках Сескла и Демин. До сих пор спорят о датах и государствах, расположенных в это время. Но большинство историков сходятся во мнении, что было три. Это Минойская цивилизация, Мекенская цивилизация и цивилизация Кекланских островов. Острова Сирос и острова Керос. Первая легендарная Минойская цивилизация на острове Крите. Следов древнейших цивилизаций на острове Крит не найдено. Где-то 5 тысяч лет до новой эры туда высадились люди и начали жить. По одной из версий, люди пришли на остров Крит из неолитического города Чатакхиюк. Они бежали оттуда. Минойскую цивилизацию открыл следователь Генрих Шлиман, который, начитавшись Ильиады Гомера, решил пройтись по этим городам. Он открыл и раскопал Трою и Мекены. Хотел купить землю на острове Крит, где позднее был раскопан Кносский дворец, но не смог. Ему не хватило денег. Эту землю позднее купил английский археолог Артур Эванс, который и обнаружил Кносский дворец на острове Крит. Раскопки он начал в 1900 году. Минойская цивилизация возникла в результате ретельного социально-экономического развития, где ряд поселений, таких как Кнос, Фест, Маля, еще в более ранний период Бронзовой эры, это третье тысячелетие до нашей эры, делялись среди других критских поселений по своим размерам и общественному развитию. Существовали тогда дворцовые центры. Периодизация Минойского Крита такова. Первый или старый дворцовый период – 2000-1750 года до нашей эры. Второй или новый дворцовый период – 1750 по 1550 года до нашей эры. Даты приблизительные. Третий период – постдворцовый, когда власть над Критом имели не столько Минойская, сколько Микенская администрация. Этот период длится около 1550 по 1250 годам до нашей эры. Первый период, старый дворцовый период – Кнос, Фест, Маля. Создали первые дворцы на острове Крит, как религиозные, экономические и политические центры. Но спустя несколько столетий на острове происходит казастрофа, вероятнее всего землетрясение, около 1750 года до нашей эры, которое уничтожило эти строения. Однако после этого в этих же местах дворцы отстраиваются, и в результате дворцы второго дворцового периода выглядят еще более впечатляющими. Второе масштабное разрушение произошло на острове около 1550 года до нашей эры. После этого все дворцы, кроме Кноса, были заброшены. В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос посчитал, что греческий миф об Атлантиде является воспоминанием о мощном извержении вулкада на острове Фер. Соответственно, на острове Крит, находящихся недалеко от острова Санторими, обрушились цунами, а сотрясение земли от цунами могли вызвать пожары в дворцах. По концепции Маринатоса, после этой катастрофы, воспользовавшись политической и экономической дестабилизацией, мекенцы с полуострова Фелопонез совершили вторжение на остров Крит. Датировалось это приблизительно около 1550 годов до нашей эры. И этот год считается гибелью минойской цивилизации. До встречи!